Здравствуйте, уважаемые пациенты! С вами врач-ортодонт Михаил Гранцев. В этом видео мы поговорим о том, как удержать зубы после ортодонтического лечения и не допустить перемещения зубов обратно. Перемещение зубов обратно в первоначальное положение называется рецидив патологии окклюзии. Для того, чтобы этого не допустить, применяются разные аппараты и технологии. Наиболее популярная технология в мире для удержания зубов это двойная ретенция. Двойная ретенция это изготовление сразу в день снятия брекет-системы несъемных ретейнеров на верхние и нижние зубы, а также снятие слепков для изготовления съемных ортодонтических кап, которые устанавливаются на ночь. Несъемный ретейнер это тоненькая проволочка, которая приклеивается изнутри на внутреннюю поверхность верхних и нижних шести зубов для удержания зубов от поворота, а также образования щелей между ними. Несъемный ретейнер совершенно не виден окружающим. Также в день снятия брекет-системы снимаются слепки для изготовления прозрачных кап. Через неделю прозрачные капы отдаются пациенту и пациент их одевает на ночь, каждую ночь в течение шести месяцев. Через шесть месяцев пациент встречается со своим ортодонтом и по индивидуальной схеме эти капы могут постепенно отменяться. Например, в следующие полгода пациент носит эту капу раз в две ночи, в последующие полгода носит раз в три ночи и так далее в зависимости от индивидуальной схемы привыкания зубов, которую, конечно же, составляет для пациента его врач-ортодонт. Помимо двойной ретенции в арсенале врача-ортодонта есть множество других аппаратов. Например, съемные пластинки. Но это более старые аппараты предыдущих поколений и применяются у каждого пациента индивидуально по необходимости. И, конечно, в напутстве пациентам хочется сказать – соблюдайте рекомендации ортодонта, и тогда у вас будет все хорошо и стабильно. Если вдруг возникают проблемы, чаще всего они возникают только тогда, когда пациенты не соблюдают рекомендации врача. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях и улыбайтесь.